Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я вам хочу рассказать, как получить саженец понравившегося вам сорта. Часто бывает в жизни так, что у человека есть любимый сорт яблоней. Или яблоня, оставшаяся от дедушки, либо прадедушки, но она уже старая, засыхает. А найти именно такой сорт не получается. Или вы хотите вот именно это дерево, чтобы оно жило в веках. И на помощь тут вам придет такой прием размножения плодовых деревьев, как окулировка. Именно сейчас, в августе месяце, в начале сентября, все зависит от климата и от сокодвижения у растений в конкретно вашем регионе, можно провести эту несложную на самом деле операцию. Для того, чтобы получить саженец методом окулировки, вам понадобится одревесневший прирост однолетний, понравившегося, нужного вам сорта и подвой. Это может быть сенец, выросший из семечки, яблони, либо груши, маленькое деревце возрастом 1-2 года. И толщиной желательно около, не больше сантиметра, около сантиметра, можно меньше. Оптимальный вообще считается толщина с простой карандаш. Если же саженец, то есть сенец более толстый, у него более грубая кора и приживаемость очень низкая. При прививке окулировкой мы используем только почечку с небольшим кусочком коры. Такая прививка наименее травматична и дает в результате самый красивый, самый ровный саженец буквально в течение 1 года. Это существенное отличие от традиционной, практиковавшейся веками прививки черенком. Из черенка обычно дерево получается, хорошо развитое дерево получается, где-то на второй год. И оно имеет не очень красивые изгибы, так называемое коленце. Итак, вернемся к нашей окулировке. Нам нужен однолетний вызревший прирост. Как понять, что черенок пригоден для прививки, что он вызрел? Во-первых, у них обычно уже заложена верхушечная почка. И есть маленький секрет. Когда вы берете вызревший черенок и слегка сгибаете, он начинает слегка потрескивать. Слабый такой треск. Это признак того, что одревеснение уже началось, почки созрели. Следующий этап. Мы должны удалить листья. Есть два способа окулировки. При одном листья удаляются полностью, обламываются, и почка остается голой. Этот метод обычно используют более опытные окулировщики-садоводы. И второй способ – это окулировка глазком с хвостиком, с кусочком черешка. Размер черешка должен быть приблизительно полсантиметра, но не более. Аккуратно обрезаем черешочки, подготавливая черенок к окулировке. Если у вас несколько подвоек, то срезанные черенки мы либо ставим в воду в тенистое место, либо оборачиваем влажной тканью и опять же помещаем в тенистое место для того, чтобы они не пересыхали. Итак, черенок готов. И сейчас мы приступаем к подготовке нашего подвоя – основы дерева. Готовим наш подвой к прививке. Стволик должен быть абсолютно ровненький, без ответвлений и чистый. Поэтому все веточки в зоне прививки мы удаляем. А сам стволик протираем чистой влажной ветошью. Это не только убирает инфекцию, но и смывает со ствола различные песчинки, которые могут повредить наш ножик. Самым удобным для меня способом окулировки является окулировка в приклад. При этом на стволике подвоя делается вот такой вот продолговатый зарез длиной приблизительно 3-4 см. То есть мы сначала делаем небольшой зарез здесь внизу, потом отсчитываем необходимое расстояние, делаем срез коры. Он не должен заходить на древесину, ножик должен скользить как по маслу, срезая тоненькую полоску коры. Сейчас идет активное сокодвижение, срез влажный, как будто такой слегка, мы говорим, слюнявый. Итак, мы подготовили зону трансплантации. Берем черенок, выбираем почку в средней части побега. Именно здесь почки самые полноценные. Делаем под ней такой же срез, как мы делали на подвое. Отсчитываем столько же сантиметров, или приблизительно столько же, как и на подвое, и делаем плавный, легкий срез ножом. Можно даже слегка придерживая. Теперь берем наш щиток за череночек и аккуратненько вставляем в выемку на подвое. Здесь у нас немножко щиток заходит за пределы среза. Мы можем его слегка укоротить. Щелк. Даже вот так. Чтобы осталось небольшое окошечко. Замечено, что щитки лучше всего приживаются именно когда есть вот это окошечко. Совмещаем комбиальные слои. Хотя бы с одной стороны. Обратите внимание. Все. Этого более чем достаточно. А сейчас приступаем к не менее важной операции. Обвязка. Для обвязки можно использовать как специальную окулировочную ленту, которая продается в специализированных магазинах, так и подготовить свою собственную ленту из полипропиленовых, полиэтиленовых пакетов. Допустим, из-под молока, либо кефира. Оборачиваем ленточку снизу. И начинаем аккуратненько, с небольшим усилием, оборачивать нашу прививку ленточкой. Дойдя до череночка, переводим ленту выше его. Образуется такое окошко. Видите, торчит наш черенок. И с небольшим усилием слегка затягиваем, делаем петельку и завязываем. Кстати, вот этот череночек листа, этот хвостик, может служить очень хорошим индикатором того, что щиток с почкой у вас принялся. Приблизительно через 2-3 недели в таком случае при легком прикосновении он отваливается. Легко удаляется из этого окошка. После того, как вы заокулировали ваши подвойчики, не забывайте повесить этикетки с названием сорта. Маленький секрет. Самыми надежными этикетками оказались алюминиевые полосочки, нарезанные из-под баночек от пива, кока-колы, пепси, либо фанты, на которых вы тупым карандашом, любым предметом, твердым выдавливаете название сорта. Эти этикетки иногда сохраняются десятилетиями под деревьями, которые были привиты. Ну и наконец, что же делать с прививкой в дальнейшем? В этом году уже практически ничего. Прививка уходит под зиму. Если у вас на участке есть мыши, не забудьте поздно осенью укрыть их еловым лапником, потому что мышки, к сожалению, очень серьезно вредят яблонькам, особенно яблонькам, обгрызая кору и даже выгрызая привитые почки. А вот уже рано весной у вас будет следующая очень важная операция. Срезка, подвое, на глазок. Но об этом мы поговорим с вами весной. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши ролики, ставьте лайки и до новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. Редактор субтитров А.Семкин